Добрый-добрый-добрый день всем. Команда Invasion Esports играет против команды Signature Trust. Это Join.MLG Pro League, первый сезон. И начинаем трансляцию данного Best of 2 контеста. На данном этапе Invasion Esports забрали Бэтрайдера, Чена Леона и Вайпера. Со стороны команды Signature Trust, Vengeful Spirit, Queen of Pain и Axe. Четвертый пик ждет у нас от Signature Trust. Ну и по банам вы видите. Висп, Брюмастер, Спектра, Дроу Рейнджер и со стороны команды Signature Trust, Воид, Бестмастер, Бристлбэк. Ну и Снайпер уходит в баню. Решили забрать Ancient Operation у нас, Signature Trust. Даже странно. Винга у нас опять в пике. Шейкера никто не банил. Даже странно, почему нет Шейкера. Слишком частый гость он во всех банах, во всех пиках. Нет, банят, практически не банят Шейкера. Вот пикают, по-моему, даже не через одного, а из десятерых, из десяти команд восемь точно забирает у нас Шейкера. Ну, посмотрим. Здесь он, в принципе, никаким образом не заходит. Вайпер в мид или в вайпер? Да, скорее всего, вайпер в мид, потому что на сложную у нас отправиться в Бэтрайдер. Но осталось для легкой выбрать какого-то фармящего героя. Соответственно, и Signature Trust будут у нас банить. Я думаю, даже, возможно, какого-то милишника неприятного по типу антимага. Ну, пожалуй, что именно такой герой и нужен команде Invasion Esports. Ну, пока ждем последнего бана от Invasion. В Signature Trust на мид имеется персонаж. Есть, я думаю, в принципе, и для сложной, например, Акс-герой. Ну, надо, наверное, какого-то фармящего героя выбрать. Тьмарфа забанили у нас Invasion. Даже немного странно. Снайпер, к счастью, у нас тоже в бане. Мы его не увидим. Как же он надоел. Ну, ждем. Ждем, 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 ждем. В команде Invasion Esports правда не хватает какого-то керри-героя. Тролля отправляют у нас в баню Signature Trust. Но теперь... Теперь на антимага у меня больше ставка, что он здесь появится. Хотя и Bloodseeker тоже мог бы по этой страте нормально залететь. Ну, посмотрим. Сларк Дар еще имеется. Действительно, имеется также и... Да, в принципе, Сларк имеется. Сларк тоже вполне может себе здесь фармить. И есть против кого сражаться, и есть с кого цеплять. Ну, 15 секунд осталось у команды Invasion. Ждем, смотрим. Джаггернаут для Invasion Sports. Решили очень просто решить все вопросы. Джаггернаут, Фзы, Момы, Аганимы. Команда Signature Trust будет очень сильно терпеть. Тем более, не самый толстый герой. Здесь Акс более-менее вменяемый, а Ancient Operations с Вингой, конечно, будут сыпаться по КД. Опять же, при нормальной реализации Джаггернаута. Ну, и последний герой для Signature Trust. Тоже какой-то керри, которого... Теперь забрали Джаггернаута, я все больше склоняюсь к... Какому-то серьезному лейту. Акс будет вокруг себя собирать, а там уже наваливать должен кто-то... Более-менее сильный и вменяемый. Ну, Магина может это делать с Battle Fury. Опять же, есть всегда Фантом Ассасин. Тоже, которая готова убивать по многу и всех. Вивера можно было бы взять по этому пику, фармящим без вопросов. 40 секунд. Значит, раз задумались. Неужели и правда морф по этой стратегии у них должен был быть в пике? Это было бы вообще удивительно даже. Ну, судя по тому, что на последний пик используют практически все время, я думаю, что да, что-то в комбинации команды Signature Trust сломалось. Может... Медуза. Все... В принципе, все легко и все просто. Нет рейнджевого керри в виде морфлинга. Есть Медуза, которая точно так же валит с руки очень сильно. Которая легко переживает Ultimate Джаггернаута. Все действительно для команды Signature Trust стало на свои места. Акс вокруг себя собирает, Ancient Operation наваливает. Все это... Ну, не Ancient Operation наваливает. Конечно, Ancient Operation запускает ульту. А Лакелс уже с руки наваливает всем по кд. Бумбелл у нас на Vengeful Spirit. Майпро. Со стороны Signature Trust на Квапе. Абба играет у нас на Аксе. Широ играет на Ancient Operation. И Лакелс на Медузе. Гёст на Бэтрайдере. А ДТР у нас будет играть на Леоне. Вайпер для FZFZ. Ну и... Она будет играть на Джаггернауте. Чена забирает... Да я не помню, кто забирает Чена. Сейчас посмотрим. Чена Икс забирает. Ну что, команды разобрали своих героев. Постепенно у нас отходят на необходимые лайны. По пику, в общем-то, все относительно ровно. Как по мне, никто не выбивается никуда. Никаких особенных стратегий, которые явно контрили бы соперников, не видно. Ну, собственно, и файты должны быть более-менее равномерными. Готова у нас, скорее всего, будет встреча в лесу. Команды Invasion. А ДТРа увидели. А ДТР отсюда уходит. А ДТР не будет драться и правильно делает. Тут... В четвером должны были его развалить. Какое-то у Акса суперплечо. Да, имморталовское плечо у нас для Акса. Это уже интересно. Рарный топор. Имморталовская шапка. Да, это Тракс Акс Ракс. Это так с одним своим видом будет убивать команду Invasion. Судя по тому запаку, который есть на героя у... Сигнейча Траст. По спине уже Майпро начинает получать. Наваливает ему Нана. Ну, по чуть-чуть раздают друг другу тычки. Лаккаса поймали. Стан пошел у нас в FZFZ. Через Блэйд Фьюри Нана уходит на хайграунд. Ну, Вайпер отходит назад. Все отходят назад, а Майпро решил подраться с Вайпером. Блинк от Квапы. Квапа улетает отсюда. Руна для Лаккелса. Лаккелс, наверное, не в легкую. Скорее всего, не в легкую. Я думаю, что Квапа должна стоять в легкую линию. Лаккелсу лучше отправиться на нижний. Нет, у нас в соло отправляется Квапа на нижний лайн. Трипла стоит. А в сложной для команды Signature Trust. Ну, и на миде остается фармить Медуза. Медуза фармит против Вайпера. Ну, в принципе, да. В принципе, уместно. Просаппортили. Варды поставили. Вайпер должен относительно комфортно себя чувствовать. Лаккелс на миде пока что крипов не пропускает. Ну, первый-первый крип сглазил. На нас здесь стоит пока что в соло против триплы. Это может быть проблематично. ДТР подтягивается на Леоне. Ну, и Икс в лесу на Чене. Ждем ранний пуш. Кроме Чена с его крипами, что, собственно, в пуши помогает. Это, конечно же, Хеллингвард от Джаггернаута. Ну, а так, крипы, в принципе, не быстро будут улетать. Тут все будет зависеть от дэмэджа по баракам. А своим зверьем, своим Чен достаточно быстро сносит бараки. Все хилятся. Плюс вайпер. Нормально бараки. Бараки. Таура, конечно. Таура нормально разваливает в течение нескольких секунд. Естественно, после дэмэджа от крипов и снесенной половины таура. Медуза на миде. В нижней линии Майпро на Квапе у нас стоит. И против Гёста решил подраться. Ну, здесь есть, в принципе, чем и выйдеть. Файерфлай и Напалм. И всегда может в любой удобный момент Квапа улететь. Продолжает Напалмом поливать у нас Гёст. Гёст летает в Файерфлай. Еще 2 секунды не будет блинка. А даже если будет, то можно, в принципе, погнать. 4 стака уже на Квапе. Квапа, правда, поняла против кого стоит. Сразу же собрала Мэджик Стик. И, собственно, Мэджик Стик ей жизнь, наверное, и спас. Под Чилинг Тачем. Очень больно. ДТР уходит на хайграунд. Спасается. Девардинг со стороны команды Сигнейча Траст. Здесь недавно был девардинг со стороны команды Инвейджн. На Амиде 8 на 7 Медуза. 5 на 3. 6 на 3 Вайпер. Так, ну пока у нас ничего, собственно, на карте не происходит. По ХП никто не проседает. Давайте, я думаю, может быть, покажу вам таблицу. На данный момент команда Сигнейча Траст находится, как вы видите, на 8 позиции. На втором месте Инвейджн. Ну, по победам и по поражениям по ничьим все, в общем-то, я думаю, понятно. Тут одна победа. В матче 1 поинт. 10 очков у Инвейджн, ну и у Сигнейча Траст 6 поинтов. Все, в принципе, можем возвращаться к матчу. Пока ничего не произошло. Файты вроде и намечаются, а по факту файтов, как таковых, не происходит. Очень сильно получил Бэтрайдер. Вот кто у нас нелегкая походка отправляется на свой лайн. Тяжело Бэтрайдеру, конечно, стоять против Квапы. Постоянный спам за счет костов, за счет, опять же, нормального дэмэджа с руки. Так, у нас здесь кто-то собирался умирать. Нет, никто у нас умирать пока не собирался. На-на по фарму на... Так, далековато. На шестом месте у нас. На-на. Медуза на четвертом. Тут Чен и Гёст более-менее нормально себя чувствуют. Ну и на первом месте у нас Абба. Абба в сложной на первом месте. Даже не совсем понятна мне эта ситуация. Загнал всех, кого только можно. У Аббы первый Нетворс, наверное. На второй Нетворс. Что Сигнейча Траст себе позволяет. Даже удивительно. Медуза на миде загоняет Вайпера. А Абба в сложной загоняет у нас Джаггернаута. Гёст в сложной 20 на 3. У Квапы в легкой 10 на 5. Да, Гёст сильно получает от Квапы конкретно. Но по крипам, в общем-то, фарм у него более-менее вменяемый. По Нетворсу он Квапу обгоняет. И обгоняет достаточно существенно. На 2000 у него у Квапы всего лишь 1450. Давайте общие графики глянем. 800 по золоту инвейджен. По экспириансу менее 1000. Все те же инвейджен. Гёст пошел выфармливать чужие леса. И может себе позволить. Под Напалмом тут и крипы должны сыпаться. Третьего левела Firefly. Гёст просто будет забирать всех крипов. Еще осталось этот стак заполучить. Так, Венга у нас просветила Гёста. Фёстблат для Икса. Где и кого у нас убили? У нас убили Акса. Да. Сглазил я Акса. Перебыковал немножко. Так, здесь в это время у нас гоняют ФЗ, ФЗ. Гёста поймали. Пока что нечем его забирать. Под Чилинг Тачем сильно бьют. Но Гёст выживает. На чужой хэкграунд ушел. Ладно. Смерть Акса мы не посмотрим. Просто глянем, что там у Чена и что у кого в откате. Ну, здесь нет половины маны и здесь нет половины маны. Как понимаете, это два Варстомпа под ноги Аксу. Акса разбили. Фёстблат забрал Чен, а не Джаггернаут. У Джаггернаута ситуация по Нетворсу немножко улучшилась. На втором он месте. Обыгрывает его только Бэтрайдер сложный. Ну, Инвейджин классно фармит. По золоту две с плюсом. По экспириенсу почти две. Плюс ещё и Фёстблат. Сигнечет раз тут плоховато себя начинает чувствовать. Гёст начинает уже наваливать Майпро. Майпро есть лассо. Почему Гёст дал уйти у нас к Ваппи непонятно. Два стака на ней напалма. Просто у нас прочекивает. Гёст нет вижена и старается обезопасить себя. Какой серьёзный профессиональный мув. Без иронии, разумеется, это серьёзно. Очень профессиональный мув. Абба выходит у нас на Нана. Крикнул. Даже не крикнул, а попытался крикнуть. Просто было похоже. Я не могу даже говорить. Воспитание не позволяет на что. Акс старается у нас поймать Нана. Здесь, если что, есть на помощь Бумбелл. Имеется также Эншент Оперейшн. Но можно попытаться зацепить у нас Нана. Для этого надо хотя бы стан прожать. Ну, для стана, разумеется, нужен Агро от Акса. Бумбелл пока будет Мэджик Миссилом бросать у нас Джаггернаут. А Джаггернаут Блейд Фьюри 15 раз успеет прокликать. Ну, а дальше на фазах не проблема. От дедушки и от бабушки уйти. У Адетейра появляются Транквилы. У Акса Транквилы 400 сверху. Есть Саутшилд. Есть все необходимое для сейва. Так, у нас драка в лесу намечается. Или как? Нет, команда Сигнеча Траст отсюда уже уходит. А игроки команды Инвейджин пока не подтягиваются. Но есть здесь Чен. У Чена достаточно крипов. На перерез пошли Кентавры. Не достают до Симбы. Просто топнул по земле Кентавр. Но это больше от бессилия. А ДТР стоит тоже здесь. Вижена у команды Сигнеча Траст не имеется. А ДТР пока зайти в спину. Может зайти в спину, но, видимо, не хочет. Ну, живы все крипы у Чена. Без маны, правда, у нас один Кентавр. У одного еще на один стомп хватает. Здесь фулл мана у Медведя. Ну, надо уже обменять как-то этих крипов на других. И вызвать... Забрать из леса кого-нибудь новенького. Например, того же Тролля. Вот Тролль лишним не будет. Если был бы Тролль, то Акс, наверное, не уходил бы у нас из файта. Так, в это время у нас умирает Бэтрайдер на Рошане, наверное, или нет? Нет, Клопауна забирает Бэтрайдера просто на нижней руне. Немножко пропустил этот момент. Приношу свои извинения. Ну, игра, в общем-то, очень тусклая. Выходов нет, драк нет. Хотя драки есть, я их просто пропускаю, может быть. Ну, две драки за 9 минут, это, конечно, маловато. У Аббы еще долго до Даггера. Бумбелла вообще ничего нет. У Лакелза тем временем постепенно начинает собираться Яша. Имеется Ринкуф Аквилла, имеется Фейс Буци. Инвейджин направились на вражеский Т1. Сейвить пока нечем. Аппарат соло не справится. У Нана есть ульт, аппарат просто сразу развалится. Я думаю, Нана даже ждать ничего не будет. Крипы прилетают. Скелетоны встали. Все, теперь у Тавара реальные проблемы, скелетоны здесь. Нет, Тавар понял свою главную проблему. Начал сразу со скелетов, скелетов развалил. Какой ужас для команды Инвейджин Пуш был на грани срыва. Можно идти дальше. Все есть. Мана есть, Хэнд оф Гад есть. Зачем Хэнд оф Гад? Хэнд оф Гад сюда. Пытался подсейвить своего оффлейнера. Умирает у нас также Бумбелл. Ну, размена оффлейнера на саппорта не лучший вариант. Майпро тоже на лохэпе. И Майпро здесь погибает. А вот это уже неплохо. Размен фармящей квапы на Бэтрайдеры. Плюс еще как бонус Винга. Это уже интересно. 500 по золоту Инвейджин зарабатывают. Ну и по Экспириенсу также поднимают около 1000. У Джаггернаута фазы и Мом уже есть. Уже можно бегать и навязывать файты. У Лаккелса. Да яша совсем немного. По Крипстату, кстати. Давайте глянем, где у нас Лаккелс. Он на первом месте. Правда, по Нетворсу только в тройку входит. На первом месте по Нетворсу у нас Джаггернаут. Ну, там снесенный тавер. Там, в общем-то, фарм без отрыва от производства. А здесь приходится Лаккелсу немножечко бегать в лес. Хоть где-то подворовать каких-то крипов. Иначе вообще это не жизнь. Медуза должна фармить больше всех. Ну, Клейту, конечно, Лаккелс выформит больше остальных. Это, в общем-то, не обсуждаемо. Но и на ранних этапах было бы неплохо хоть какие-то артефакты на дэмэдж получить. У нас ранний этап уже скоро закончится. 11 минут. Это по экшену, конечно, провальная игра. А в плане времени и в плане тайминга уже давным-давно мы входим в мидгейм. Выход на Т1. ФЗ-ФЗ прилетает сюда. В спину готов выйти сразу трипла от Сигнейча Траст. Все у всех есть. У Бумбейла, правда, всего 4-й левел. Но, скорее всего, ФЗ-ФЗ здесь погибает. Прыгает у нас Квапа. Страйк в спину ФЗ-ФЗ. Через коррозив скин кое-как дэмэдж впитывает в себя, но живет. Прилетает сюда Леон. Майпро, скорее всего, заберут. Хотя очень быстро отсыпаются все под стонгейзом. Лаккелс разваливает у нас Леона. Винга забирает этот фраг. Ну и забрали еще и Бэтрайдера. Вот теперь начинает Икс у нас. Три стомпа подряд. Ну и теперь просто будут умирать крипы. Есть чем их забирать. Акс на себя должен их агрить. И это будет прямо сейчас. Двоих кентавров забрали. Остальных можно гнать. Минус 3 для команды Сигнейча Траст. Плюс здесь еще и зверушкам. Настреляли по голове. Бумбелл не может остановиться. А так ему этот конь понравился. Бежит за кентавром. И, в общем-то, может попасть в реальную опасность. Икс решил мстить за кентавром. Позвали кентавры папу. Чен, правда, ничего никому рассказать не смог. 5-3 счет. Сигнейча Траст по золоту отыгрывают. 2 тысячи. И по экспириенсу более 2 тысяч тоже отыгрывают. Тауэр пока что стоит. Ну, один Тауэр всего у нас упал. И это со стороны команды Сигнейча Траст на топ-лейне. У Акса появляется Даггер на 12-й минуте. Ну, неплохой тайминг. Акс у нас 0-1 идет. Акс в файтах практически не участвует. У Квапы. 1200 на руках. Боттл Пауэр Трэд. 4-1 идет у нас. Майпро. Надо собирать... Да, вот это и надо собирать. Надо собирать Аганим. Пойнт Бустер уже приобретает. У Эншент Опарейшена 560 на руках. Скоро будет Пауэр Трэдс. У Медузы появилась Яша. После Яши имеется... Появилась Яша. Я, кстати, вот поймал себя на мысли, что я Яшу, не только я, очень много русскоязычных комментаторов, Яшу почему-то к женскому роду относятся. Толком непонятно, почему Яша появилась. Даже как-то странно звучит. ФЗ, ФЗ у нас очень сильно получает по лицу. Плюс еще и Шира. Ульту в него запустил. Понятное дело, что Вайперу не выжить. В это время команда Инвейджен отправляется на нижний лайн. Будет забирать здесь Т1. Но здесь Т1 точно падает. Глифа нет. А здесь глиф еще имеется. Глиф можно провязать. В принципе, не убудет. На последний ХП провязают глиф. Таур не денайбл. Ну, никто и не полетит сюда. Денай Таур. Здесь крипы его разбирают. Плюс Джаггернаут. У Бэтрайдера появляется... Появляется Даггер. Кстати, поздновато почему-то у Бэтрайдера появляется Даггер. Он вроде был третий по Нетворсу. Как он умудрился раньше не купить этот артефакт? Даже непонятно мне толком. Инвейджен уходит с нижнего лайна. Здесь только Чен остается и Нана. Но тоже неплохая комбинация. Тут два Кентавра со стомпами имеются. Есть Тролль с сеткой цеплять. Есть Медведь, который тоже с Клэпа наносит. Нормально урона. 150, ну неплохо. Плюс замедление, плюс можно драться. Надо врываться в одну, быстрее врываться, пока один Лакилс. Нет, не успели. Лакилс уже с крипами, уже нет смысла умни слэш юзать. А так можно было бы попробовать. Плюс там Кентавры можно было. Ну, Апарэйшн у нас... Да, что-то я подзабыл современную доту. Апарэйшн, конечно, ни в какой Пауэртрест выходить у нас изначально не будет. Перчатка куплена для Хэнд оф Мидас. Иначе аппарату никак не добраться до Аганима. Независимо от того, лейт это гейм будет или мид гейм. Аганим сам по себе не появится у аппарата. Фрагов он практически не зарабатывает. Все обычно у него крадут. Ульта невероятно полезная, но... Тиммейты в основном забирают все фраги, которые его ульта и приносит. У Чена есть Мека. У Чена 200 на руках сверху. У Нана 1600 на руках. В курице пока что ничего. По золоту 2000 инвейджен. По экспириенсу практически в ноль. У Леона 509 на руках. Далеко сильно до Даггера. У Бэтрайдера Даггер. И уже начинает собираться Форстаф. Но не проседает на самом деле по золоту Гёст. Непонятно, почему он так далеко отстал 2-3 минуты назад. Но видимо стаки ему спаунили. Выформил. Поднялся опять на третью-четвертую позицию. Под самоком команда инвейджен отправляется во вражеский лес. И здесь они встретить никого не могут. Венга сюда не поворачивает. Вот Аксу было бы веселье ворваться во всю эту толпу мобов. Влетает у нас Бэтрайдер. Надо прыгать. Прыгать на мид. Прыгать на мид. Забирает у нас аппарата. Аппарата постараются по-быстрому развалить. Да, аппарат у нас погибает. Ульта в никуда. Стоунгейз проюзала Медуза. И все разбегаются. Минус только аппарат. В общем-то команда Сигней Чит Раста делалась с легким испугом. На-на крутится. Умни слэш еще не проюзан. На-на может выживать. Отличный стомп один раз. Стоунп второй раз. Пока что сыпется команда Сигней Чит Раст. Правда забрали у нас Джаггернаута. Три в один подрались. Чен отыграл на ура. Здесь правда Акс все-таки расковырял всех кентавров. Но они свое дело сделали. Взять двух кентавров для трех киллов. По-моему более чем достаточно. И более чем выгодная сделка. По золоту на первом мы выиграли Инвейджин. Здесь тысячу. И по экспириенсу тоже 1200 в пользу команды Инвейджин. Давайте графики посмотрим. Инвейджин по-прежнему выигрывает 2000 по золоту. По экспириенсу порядка 500. Впереди все те же Инвейджин. Тут в общем-то главная проблема команды Инвейджин заключается в Медузе. Она первая по фарму. И позиции ее ухудшаться не будут. Но если только не какой-то форс-мажор для Лакелза. Иначе Медуза фарм свой останавливать не будет. Ну а фармить она понятно намного быстрее чем кто-либо вообще на карте. У Нана тем временем имеется Блэйд оф Фалакрити. Готовится выход в Яшу собственно. Зачем еще Блэйд оф Фалакрити? Диффуза никто здесь собирать не будет. Да, Яша уже прилетает для Нана. Трипла стоит на нижнем лайне. Поклацали по тавору. Будут пытаться забрать или нет? Что за такая привычка? Клацнут на тавор и уйдут отсюда. Ульта, 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 ульта от аппарата. Куда, куда полетела ульта? Ульта полетела видимо чекнуть Рошана. Или куда вообще ульта направилась? Команда Signature Trust опять под атакой от Invasion. Stone Gaze провязала Медуза. Вот теперь проблемы у Леона. Леон перед смертью Finger of Death венгу забросил. Релакс ворвался в Леона и развалила ДТР за счет Квилингблейда. Все под скоростью атаки, правда, драться не собираются. Один в один поменяли саппорта на саппорта. Получилось под Firefly and Betrider улететь с Глифа и таким образом свалить из файта. У Акса появляется Vanguard после Даггера. Уже хорошо, уже хоть какой-то дэмэдж можно вывозить. У аппарата совсем немножко остается до Медаса. Потому что уже больно смотреть на Шира. 20-я минута у него ничего нет. И до Медаса так далеко, он бы уже появись раньше минут на 5, Медас уже бы хоть какие-то артефакты ранее выносил. Понимаете, прекрасно, что аппарату Медас ничего кроме денег не дает. А деньги ему нужны очень сильно. Потому что собирать и фармить этот герой попросту не может. Ну вот, пожалуйста, он отправился в лес и пытается фармить. Ему тут скелетон-варьеры наваливают, половину хп снесли. Да бей же ты, скелетон-варьеры, это дело чести. 6 хп. Снес, молодец. Теперь ульта аппарата очень нужна на Рошана. Ульта аппарата на Рошана заюзана. Правда, попадает только по двоим. Одного цепляет. Не очень удачная ульта от аппарата, как по мне. При том, что все были статичны. Как-то далековато пролетел. Здесь на лоу хп. Правда, у Наны имеется возможность отхилиться. Где хилингвард, я не понимаю. Что-то не прокладся у меня. Сразу двоих агрит на себя Акс. Соник Вейв в спину. Минус 2 уже для команды Сигнетчет Раст. Стоунгейз от Медузы будут пытаться здесь кого-то зацепить. Леон отсюда уходит. Бежит Сатир. Все чекает. Но здесь под хостой уходит Вайпер. Как можно дальше. И надо попытаться спушить Рошана до конца. Увидели у нас Бэтрайдера. Бэтрайдеру сбивают Даггер. Дамажит его. Опять же, здесь стоит Вард. Бэтрайдер старался разбросать. Бумбелл у нас ловит Бэтрайдера. Мимо ульта аппарата. Правда, Бэтрайдера все-таки развалили. Скрим оф Пейн. Спину Шира. Погибает от ФЗ-ФЗ. Лакелз соло дерется против Вайпера. Так, здесь уже линка у нас у Лакелза. Загрел на себя Абба. Но это, наверное, провал. Да, Абба здесь ничего не сделает. Во-первых, коррозив скин. Во-вторых, Пойзон Атач. Пойзон Атач. Пойзон Атач. Пойзон Атак, конечно. Пойзон Атач это дазл у нас. Ну и на хайграунде разбили к тому же Вингу. Трипл килл для ФЗ-ФЗ. Не было печали. Как вообще так? Так, ФЗ-ФЗ очень плохо себя чувствовал. 1, 2, 3 шел по счету. А здесь просто подарок с небес. У Квапы тем временем появляется Аганим. И прилетела у нас золотая ручка к Шира. Ну, теперь ждем появления у Шира каких-либо артефактов. Ну, ульты Шира дает кривые. Мягко говоря, первые два ульта зашли просто толком в никуда. Во-первых, на Рошана невменяемо как-то попал. Во-вторых, здесь промазал по Бэтрайдеру, который был под станом Винги. Даже не совсем понятно, как так вышло. А ДТР пошел вперед. Геост у нас. Вытаскивает Бумбелла. Вингу разобрали. Такие важные спелы тратят Вингу. Ну, ладно. КД все равно небольшой. Можно. Один фраг сделали. Тауэр забрали. Всех распугали. И ушли отсюда. Одиннадцать-двенадцать. По итогу этого файта. Четыреста по золоту. Инвейджен. Заработали. ФЗ-ФЗ уже имеет аганим. Есть у него ПТ. Есть у него Аквила. У Бэтрайдера. После Форстафа и Даггера. Имеется девятьсот на руках. У Джаггернаута. Имеется Сэнш. В Куре ничего не летит. Момы, Фазы и Аквила. У Чена. После Мекки. Девятьсот на руках. У Леона практически собранный даггер. Совсем немного осталось. Квапа тем временем забирает у нас Бэтрайдера. Где же ты это сделала? В своем лесу Квапа это сделала. Нечего Бэтрайдеру здесь расхаживать. У Медузы две тысячи. После Линкен Сферы. После Яши. У Эншент. Это кстати такая олдскульная сборка Медузы. Что я даже не могу вспомнить, когда такая дота была. Обычно Медуза забивает на Линку. Не берет ее. Но здесь есть против кого в принципе юзать. Вайпер Страйк надо и выйдет. Надо будет и выйдет Хекс. От Леона. Фингер Оф Дес. Да много чего. Надо и выйдет. Тут БКБ когда заканчивается. Лакился проблемой. А так в любом случае один вменяемый спелл. Можно за и выйдет. У Аппарата. После Медаса еще 770 на руках. У Акса Кримзон Гвард уже собран. У Квапы еще 1200 после Аганима. Ну и Винга несчастная вообще. Урну в Шаддлс. Это все, чем ей можно довольствоваться на 24 минуте. По графикам 1000 для Инвейджин. По экспириенсу тоже 1000 для Инвейджин. А нет, по экспириенсу для Сигнейча Траст у нас. 1000, а по золоту Инвейджин впереди. Бэтрайдер надеется кого-то здесь найти. Никого он, собственно, здесь найти не может. Вся команда Сигнейча Траст в пятером на одном лайне, да? Да, в пятером на своем Т2 по нижней стороне. По верхней, точнее. Что-то я стал заговариваться. Но тут, когда не происходят вменяемые файты, когда скукотища на карте, начинаешь тупить, и слова с трудом складываются в голове. Можно попытаться забрать Т1, я думаю, на нижнем лайне. Сигнейча Траст способна это сделать. А, в принципе, наверное, этого не получится сделать, потому что придется драться за свой Т2. Здесь два сатира, здесь тролли, здесь, о боже, опять скелетон варьеры. Бедный же Тауэр. Ульта аппарата. По двоим, даже по троим, она получает ульту. Под момом нормально сыпется. Хилингвард, в принципе, имеется, но... Пока что по ХП немного, но просели. Ульта аппарата первого левела. Да, тут, в принципе, дэмэджа немного. Сколько здесь? 12,5 секунд. 12,5 урона в секунду. Это, конечно, плохо и неинтересно. Ну, и длится все это 8 секунд. Там по сотне, по 150 максимум потеряли. Я бы даже это не считал. У Джаггернаута уже имеется. Ultimate Orb есть еще 1800 сверху. Ну, судя по тому, что рецепт нам от оставил не покупать, я думаю, сразу в скаде отправится у нас Джаггер, а потом уже что-то будет со своим Яшей думать. Венжифул Спирит. Бездомная нищая. Ancient Operation. Вот, пожалуйста, мало-помалу, копеечка-копеечки, уже на Point Booster себе насобирал. Главное не умирать. У Акса после Кримзон Гварда 1000. У Квапы после Аганима Ultimate Torp еще появился. Надо, я думаю, собирать Хекс. Ну, скорее всего, в Хекс у нас с Квапа идет. Контроль лишним никогда не будет. У Венжифул Спирит тоже, в общем-то, ничего нового. У Медузы. Манта Стайл появляется, появляется после Линки. И постепенный выход в Eye of Scud. Медуза уже достаточно плотная, чтобы выдерживать и Omni Slash, и другие раскасты команды Invasion. В общем-то, если ее в лосо ловить, то, наверное, себе дороже. Все втащить в Медузу, а потом под Стонгейзом стоять и плакать. Это, конечно, не лучший вариант. Ну, в это время на Т2 выходит у нас команда Invasion. Решили отправить назад у нас игроков в Сиднейши Траст, и лучше бы им действительно вернуться. Т1 все равно здесь упадет, но Лаккелс в соло договыряет Т1. Шира, надо ультить. Надо ультить, ульта от Шира сюда прилетает. По двоим, на нас здесь рассыпается. Квеллинг Бэй даже не успела оба включить. Стонгейз от Медузы. Примерзает у нас Чен. Чен, скорее всего, рассыпется. Нет, Чен пока живой. Минус 2, минус 3. Вайпера тоже забрали. Лаккелс продолжает у нас сгнать Икса. ТП аут отсюда делает Леон. Ну и минус 4 для команды Сигнейши Траст. Вот это поставили на место. Все фраги, да не все, но большинство забрало квапа. 2 200 на руках у квапы. Ну да, скорее всего, собираться будет Хекс. По золоту, 2 300. Заработала команда Сигнейши Траст. По экспириенсу, 5 800. Заработали все те же Сигнейши Траст. Теперь по графикам все явно в их пользу. Инвейджин постепенно отходит на нет. 4 000 по золоту. По экспириенсу, ого-го. По экспириенсу 7 500. Впереди все те же Сигнейши Траст. Ну круто, круто. Почему бы и нет? Мы видели прекрасно по графикам. Инвейджин долгое время выигрывали. На ранних этапах, где-то на 8 минуте 5000. Это всегда лучше, чем на 28 минуте 4000. Но потеряли свое преимущество Инвейджин. Не смогли все это в Снежный Ком превратить. Ну, теперь как бы не проблемы появились у Сигнейши Траст. Медуза убивает здесь любого 100%. Чем контрить Медузу, не знаю даже. Как сказать? Вайпер Медузу не разваливает. Бёрст Дэмэдж, который снес бы ей Манна Шилд и снес бы ей половину ХП. Такого Бёрст Дэмэджа нет. Ленка имеется, которая и выйдет в Фингер Оф Дэс. Которая и выйдет также Хекс. Ульта от аппарата куда? Просто на крипов ульта от аппарата. Ну, почему бы нет? Можно фармить. Так, напомню ещё раз. Это серия Best of 2. У нас игра под номером 1 идёт. Команды только полчаса назад начали. Вторая катка не зависит от первой никаким образом. Одна победа, один поинт. Собственно, если Сигнейши Траст выигрывают сейчас и проигрывают в следующей игре, то по одному очку зарабатывает каждая команда. Ну, а если по два раза кто-то выиграет, собственно, сами прекрасно понимаете, что тогда будет. У команды Invasion небольшие проблемы. Проблемы на 7 тысяч по золоту и на 10 тысяч по экспириенсу. И теперь большие проблемы команды Invasion. Это Медуза, у которой есть уже практически собранный. А её в Скаде имеется также Манта Стайл. Есть Линкен Сфера. Медузу пробивать попросту нечем. У Джаггернаута что там? Последняя надежда команды Invasion. Курьер мёртвый. Я бы посмотрел, что у Джаггернаута. У Джаггернаута лежит Ultimate Orb в Курьере. Ну, как я, собственно, и говорил, Яша имеется после Яши Ultimate Orb, который превращается медленно в Скаде. Не делается сразу же Манта Стайл. Хотя Медуза пошла немного иным путём. Но тогда не было столько денег у Медузы, чтобы позволить себе 10-12 минут собирать Скаде сразу же после Линкен Сферы. Удачные файты. Всё, теперь всё более чем хорошо. Летит уже Скаде для Медузы. Тауэр упадёт, появятся ещё и деньги на Orb of Venom. Команда Invasion пока не дефает Т2. Но здесь действительно не по шансам. Нет Медузы, точнее Медуза одна стоит, бьёт Тауэр. Но, понятное дело, что за ней ещё 4 игрока. И врываться просто так не получится. В это время что-то у нас внизу распалось или нет? Да, развалился Тауэр внизу. Разменяли Т2 на лёгких линиях игроки обеих команд. Медузе прилетает. Аэвзу Скаде и 400, ещё уже 500 на руках сверху улакился. Ну, то, о чём я говорил. Если на ранних этапах Медуза опережает по золоту своих оппонентов, то на поздних этапах у оппонентов невероятные проблемы, потому что Медуза вообще неугомонно начинает фармить. Скаде появляется у Джаггернаута. Зачем, правда, Скаде, толком не знаю. Тут Медузу нечем скоро будет контрить, нечем будет сносить. Скаде не наибольшее количество дэмэджа вносит. Кого здесь словить, кого здесь стопить, тоже непонятно. С руки против факса драться Джаггернауту не лучший вариант. И Джаггер у нас выходит, кстати, вагоним. Вот теперь это всё гораздо интереснее. Вообще, команда Сигнеча Траст, по-моему, поинтереснее отыгрывает, чем Инвейджин. У Инвейджин как-то всё очень просто по какой-то обычной страте. Никакой новизны, ничего необычного не происходит. А здесь, во-первых, Линка и Линка на Медузе. Поверьте мне, это, правда, необычно. Я последние три недели наблюдаю за Джоиндотой MLG Pro League в день по 12 часов. И Линка на Медузе теперь это необычно. Врывается у нас Бэтрайдер. Бэтрайдер у нас зацепил Квапу. Квапу очень быстро развалили через Омни Слэш. А вот что теперь делать, непонятно. Пошли у нас наваливать Гёст. Гёст разваливается. Акс моментально пригвоздил его к земле. Скорее всего, здесь будет и Нана отъезжать. Есть ли чем сбить ему ТП. Нана у нас, скорее всего, умирает. Да, накричала Квапа у нас на Джаггернаута. Ну и все остальные бегут отсюда. Ещё каким-то образом звери Чена живы. 18-14. По золоту. А выкупалась у нас Квапа. Вот поэтому по золоту просела команда Сигнейчат Раст. По опыту 3-300 против 1-1700 со стороны Инвейджен. Но что более полезно, это, конечно же, забранный Аэгис. Я думаю, Лакилс. Да, здесь уже слот под Аэгис у него имеется. Курица принесла у нас Агани Максу. Теперь подерёмся. Так вот, давайте закончу свою мысль, которая так долго тянется. О чём я говорил. Сигнейчат Раст делают какие-то интересные мувы, направленные на агрессию. Это, во-первых, Аганим для Акса. Это плюс 100%. Медуза, которая с Ленкой, а значит, будет драться. А не будет бегать, ждать, пока вкастуют всё, что только можно. Это Квапа с ранним Аганимом, у которого всё нормально получилось. И Хекс тоже относительно ранний. Квапа, которая не идёт поверх Аганима в БКБ вместе с Ленкой, не ждёт чего-то, которая готова сражаться. Ну, а что ещё нас интересует? Явно не фарм крипов. Нет, есть, конечно, извращенцы, которые за фармом крипов могут наблюдать и получать от этого удовольствие. Но, опять же, их не большинство. Большинство у нас любят файт. Мясо, кровь. Всё-таки 8 марта на календаре. Иглсонг появляется у Медузы. И остаётся всего ничего, 2000 до собранного Баттерфляй. Ну, Медуза очень сильно опережает своего ближайшего преследователя. Где-то на... Где-то на 8,5 тысячи. FZ-FZ по фарму проседает, причём сильнейшим уровнем. Ну и на НАПу фарму только на пятом месте. Сразу два игрока. Если Акс обгоняет Джаггернаута на 35-й минуте, то это уже неприятный симптом для экономики команды. Давайте графики глянем, чтобы не быть голословным. 10 плюс Signature Trust. По экспириенсу 14 плюс всё те же Signature Trust. У Вайпера появляется Тараска. Всё это после Аганима. Ring of Aquila и Power Threads. Пока затишье, давайте по вещам разберёмся. Появляется Огрклаб. 2000 на руках у нас у Бэтрайдера. Форстаф и Даггер давным-давно. К вапе, вы видите, прилетел Сайд оф Вайс. У Джаггернаута, Момфа, Зи, Яша и... Eye of the Sky... Eye of the Sky, нет. Eye of the Tiger. Данный артефакт без артикля Зе у нас используется. Чен. Практически собранный Аганим. Всего 1000 осталось. В общем-то всё у Invasion хорошо по персонажам, по артефактам. А по факту полная дрянь получается в процессе файтов. Команда Signature Trust отправляется на топ. Собственно, за это они мне и нравятся. Пошли на топ. Хорошо сносите наш Т2. Мы будем в это время сносить вашу сторону. Лакелс. Бьёт по Тауру. А из спины тоже вылетают стрелы по FZ-FZ. И FZ-FZ достаточно больно. Poison Attack. Постоянно в Лакелса. Постоянно туда Viper Strike. Лакелс стоит фуловый. У него ещё есть Aegis. Можно вдраться. Вообще, бесконечное число. Раз и выйдет Стан. Разорвало Леона. Леон так и не провязал Finger of Death. Но Медуза фуловая стоит. Всё вывозит. Всё терпит. FZ-FZ чуть-чуть не поймал у нас ульту аппарата. А так бы отъехал. Axe под Crimson Guard. Наверное, готов орваться. Есть смысл. Агрит на себя двоих. FZ наваливает по Axe. Axe живёт. Всё хорошо у него. Stone Gaze от Медузы. Здесь Viper 100% умирает. Давайте байбэки смотреть. Viper погибает. Двоих у нас забирает Axe. Минус 3 пока что для Signature Trust. Выкупается у нас Джаггернаут. Не провязал беднягу ульту. Может сейчас получится трипл килл от Акса. Где-то кого-то ещё по голове хлопнул. Сторона падает. Мид, я думаю, тоже сейчас начнёт гореть. Ну, здесь разнос полнейший. MyProv. Хекс на но. Агр на себя. Так, умнислэш, мы и не увидим. Наверное, уже в этой игре. А не только в этом файте. Выкупится Джаггернаут. Понятное дело, не может. И не может ещё очень долго выкупиться. Падает мид. И команда Signature Trust, в общем-то, надамаженной, но, по-моему, довольной своей работой. Да. ГГ пишет X. Поздравляем Signature Trust с заработанным поинтом. Invasion пока что уступают со счётом 0-1. Ну что, будет ответный матч. И Invasion были номинальными лидерами. Безусловно. Invasion на первом, да. Сейчас, секундочку. Invasion. Invasion на втором месте. Ну, на первом, в принципе, делит первое место с командой MVP Phoenix. Конечно же, Invasion у нас фавориты этого матча. Об этом знали все. Об этом знали не хуже других букмекеры. Да и те, кто ставил свои рарочки, знал, на кого ставил. Тех, кто ставил на Signature Trust. Поздравляю, конечно, с первой победой. Но во второй что-то, мне кажется, Invasion подсоберутся. Ладно. Поздравляем пока Signature Trust с победой. Ждём следующей игры. Она будет через пару минут всего. Нас немного набралось в этот праздничный день. Много, я так понимаю, людей там со своими подругами, мамами, бабушками обедают. И радуются такому знатному празднику. Но если у нас есть девушки в чате, огромное спасибо, что вы есть вообще. И что вы есть у нас в чате в частности. Всё, услышимся через пару минут. Пока не забывайте наживать follow на нашем твиче. Не забывайте заходить в группу, подписываться. Ну и на YouTube-канале. Можете воды просто смотреть. Можете подписаться и смотреть воды. Разницы никакой. Но нам будет приятнее, если вдруг вы клацните лайк. Всё. Хорошего вам настроения. Следующий файт через 3-4 минуты. Не переключайтесь. Пока что графика и музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok